Всех приветствую на своем канале. Вера Сотникова госпитализирована в одну из столичных клиник. 60-летняя актриса собиралась на Каннский кинофестиваль. Однако тяжелый недуг нарушил планы звезды фильмов «Королева Марго» и «Рыцарский роман». Вера Сотникова призналась, что тяжело больна. Она разместила в блоге видео из палаты и обратилась к поклонникам. Я думала, что проскочу. Ирония судьбы, собиралась сделать первую прививку и через две недели сделать вторую, чтобы получить сертификат и поехать на Каннский фестиваль. В понедельник стало так плохо. Выкручивала руки, ноги, болела кожа на всем теле, драла горло, температура, высокое давление, начала свой монолог красавица. Она призвала всех беречь себя. Реально можно заболеть так, что домой после больницы можно не вернуться. Я люблю людей. Всегда жалею их. Потому-то знаю, как иногда тяжело бывает просто жить. Но мы оптимисты и будем верить, что все самое хорошее, интересное и красивое впереди. Обнимаю, добавила Сотникова. Поклонники пожелали кумиру здоровья. Дорогая Вера, выздоравливайте. Я вас очень люблю, милая Верочка. Выздоравливайте. Все будет хорошо. Выздоравливайте, пожалуйста, поскорее. Здоровья вам, наша непревзойденная красавица. А все фестивали еще будут вашими, пишут фолловеры. Стоит отметить, что знаменитость по сей день считается одной из самых красивых актрис театра и кино. О многочисленных романах актрисы по сей день ходят легенды. На новогодней вечеринке 19 января 1993 года Сотникова познакомилась с Владимиром Кузьминым. Они почти сразу стали жить вместе. Злые языки поговаривали, что рожеволосая бестия отбила певца у самой Аллы Пугачевой. Я любила его по-настоящему, признавалась актриса. Я не забуду тебя никогда, пел в ее честь голосистый артист. После болезненного расставания с Кузьминым она сразу окунулась в отношения с Ренатом Давлятьяровым, уехала с ним на Кипр. Я рыдала сутками, ходила с опухшими глазами, а Ренат повторял, я тебя не отпущу к Вове. Жить ты там не будешь. Лучше по-хорошему переходи ко мне, вспоминала она. После двух лет сожительства с Давлятьяровым звезда с ним рассталась. С Андреем Соколовым у нее случился роман на съемках фильма «Охота на сутенера». Взаимная симпатия актеров быстро переросла в бурную страсть. Сплетники говорили, что отношения были обречены, оба партнера в этом союзе были слишком ревнивыми. Однажды Соколов, увидев, как Вера Михайловна подвозит на одно из мероприятий Александра Стриженова, устроил безобразный прилюдный скандал. А потом, не церемонясь, посадил девушку в машину и отвез домой. Мы подъехали к дому, где я снимала комнату. Андрей молча взял меня за руку, втащил внутрь и запер дверь. На тумбочке лежали ножницы. Он схватил их, зажал в кулак мои распущенные длинные волосы и отрезал огромный клок, вспоминала артистка. Есть в списке воздыхателей красавицы и немецкий миллионер Эрнст Пиндур. Они познакомились в 90-е случайно. Их роман продлился семь лет. Бизнесмен купил любимую квартиру в Москве. Но от него она сбежала к партнеру по спектаклю Доктор Живаго, актеру Владу Ветрову. Правда, спустя несколько лет ушла от него. Всем спасибо за внимание. До новых встреч.